Всем привет! Это новая подборка крутых вещей, от которых ты офигеешь! Это я тебе обещаю! Ну, а тот, кто полностью посмотрит ролик, сможет поучаствовать в конкурсе и выиграть смартфон из этого выпуска абсолютно бесплатно. Погнали! Эта трубка способна творить чудеса. Не-не-не, мыльные пузыри – это не такие уж и чудеса. А вот если в пузырь запустить немного дыма – это уже другой разговор. А если смочить руки мыльной водой, то над ним можно и поиздеваться, потыкать пальцем или еще чего. Обалдеть, ты видел это? Он легче воды! А как он красиво лопается! Ох, дым буквально растворяется в воздухе. Я бы смотрел на это вечно. Кстати, в один из моментов, когда дым стелется по воде, можно увидеть смайл. Еще одна находка на Алиэкспресс – огнетушащий шар. Очень полезная штука, если вы часто ездите на природу. Теперь, чтобы затушить огонь, не требуется искать воду или топтать костер ногами. Можно просто бросить этот шар. При соприкосновении с огнем раздается громкий звук взрыва, чтобы привлечь внимание к месту возгорания. Кстати, он тушит только костер, температура которого не больше 70 градусов. Но как это вымерять, в инструкции не сказано. Если раньше после получения раны в результате падения с велосипеда чаще всего влекло за собой посещение травмпункта и наложение швов, то этот набор позволяет обойтись без знакомства с иголкой и нитью. Эта штукенция состоит из двух клейких полосок, которые накладываются параллельно линии разреза. Для соединения половинок используются пластиковые стяжки и благодаря зажимам они могут быть зафиксированы в любом положении, необходимом для стягивания краев раны. Годная вещь! А это наушники для настоящего геймера, который знает, как важно услышать все, что говорят эти нубы. Эта модель действительно достойна внимания. Поддерживает проводную и беспроводную систему подключения. Я чаще пользуюсь вторым вариантом, потому что во время игры забываю о проводах и когда встаю, все летит к чертям. Весят они немало, почти 500 грамм. Если играть долго, то уши все же устают. Но час-два в них можно спокойно просидеть, тем более они автоматически подстроятся под голову. Это отсасыватель яда, который заказывался для брата. Этот человек свято верит, что он ему обязательно пригодится, когда наступит апокалипсис. Что ж, не будем расстраивать человека. Конструкция отсасывателя незамудренная. Работает, как присоска. Хотя я вообще сомневаюсь, что он работает, а поэтому можно считать его самой бесполезной покупкой за последние несколько лет. Нет, ну серьезно, для чего в России отсасыватель яда? На днях приобрел спидометр для велосипеда. Хотел именно механический спидометр и именно круглый, как на мотоцикле. И я его нашел. Теперь я могу кататься, замерять скорость и смотреть, как много километров накатал. Стрелка работает достаточно плавно. В принципе претензий нету и ясное дело, что он не точно показывает, хотя смотря какие колеса у тебя на велосипеде. Если спидометр сломается, я обязательно об этом расскажу. В голове давно бродила идея обзавестись маленькой дым-машиной для антуражных съемок. Облазив Алиэкспресс, мне попался недорогой экземпляр с LED-подсветкой. Доставили с деком за полторы недели. Управляется через пульт, где на все кнопки реагируют одинаково, впрыскиванием дыма на длину полтора метра. Внутри имеется емкость на 200 грамм, из которой через фильтр насос закачивает жидкость. В принципе 30 секунд достаточно, чтобы задымить помещение 40 квадратов до состояния туман и двух минут до состояния не вижу своих ног. А с помощью этого товара можно добавить эффекты внешней подсветки компьютеру или телевизору. Простыми словами Ambilight. Кто шарит в этом, тот меня сейчас понимает. Устанавливается довольно просто. Только вот с программой придется долго повозиться, поиграться с настройками, чтобы получить идеальные цвета и яркость. На моем телеке, к примеру, уже стоит Ambilight, но я им не пользуюсь. Буквально два дня попользовался, отключил и больше не включал. Не знаю, ну не зацепило. Может потому что телек стоит в гостиной, возможно если бы он просто висел на стене, ему бы ничего не мешало, то я посмотрел бы на это иначе. За весь сезон шашлыков я пару раз да обожгусь. Подумал сделать отдых менее травмоопасным и заказал вот эти тормостойкие перчатки. Продавец гарантирует, что они выдерживают до 800 градусов, но естественно с такой температурой не работал, поэтому ничего сказать не могу. Но вот жар от угля и горячие шампуры не чувствуется. Пару раз даже приходилось горячий мангал переносить, тоже никакого дискомфорта. Хотя минус в них все-таки есть, они двойные и летом руки очень потеют. Зато зимой в кайф. Это самый прочный материал в мире. В первозданном состоянии он напоминает детский лизун, такой же противный и липкий. Но при этом он никак не изменяется, даже под ударами молотком. Вещество просто поглощает их. А поэтому пластины из этого материала начали использовать в одежде для байкеров. Они позволят снизить травматизм при падении железного коня. Я бы из него делал еще и чехлы для смартфонов. Ты только посмотри на айфон, не остается никаких следов ударов. А это портативные колонки, которые помогут не расставаться с любимыми песнями. Но это можно сказать о любых колонках. Однако они не любые, и ты в этом убедишься после того, как взглянешь на них. Суть в том, что колонка меняет свой цвет в зависимости от музыки и громкости. И вроде все хорошо, но, как по мне, здесь есть небольшой недостаток. Когда играет бас, колонка скачет по столу, как сумасшедшая, и меня это дико раздражает. Соперник Остина Пауэрса хоть и мечтал об акулах с лазерами в головах. Наверняка порадовался бы и чехлу, в который встроен самый настоящий электрошокер. В верхней части гаджета встроена пара острых электродов. Они-то и выпускают заряд в 650 тысяч вольт. Один такой удар, и возжелавшему отжать твой телефон уже больше ничего не захочется. Разве что штаны сменить. Хотя сначала его отключит минут на 15, это точно. Но вот как назло, этот чехол только для айфон. О, наверное, с этого и нужно было начинать. Нетрудно догадаться, что эти глаза не настоящие. На самом деле это контактные линзы. Подобные линзы используют в различных фильмах, чаще всего в фантастике. Они имеют яркий цвет и определенный рисунок, порой самый сумасшедший. Изображения могут быть различными. Доллар, кошачий глаз, смайлик, футбольный мяч, спираль, пылающий огонь и многое другое. Но носить их долго нельзя, потому что они раздражают глаза. Это просто восторг. А точнее кроссовки от Найк, которые мне абсолютно точно напоминают обувь Мартина из фильма «Назад в будущее». Ну, помните тот момент, когда он катался на летающем скейте? Летать они, конечно, не умеют, но зато светятся и сами шнуруются. Ага. Нужно просто нажать на кнопку, которая расположена на внутренней стороне язычка. А еще они непромокаемые. Хотя вряд ли за такие деньги ты будешь ходить в них в дождливую погоду. Я бы не рискнул, а то еще закротит что-то. Это уникальный аварийный комплект. Устройство оказания первой помощи. Простое в использовании, разработанное таким образом, чтобы любой случайный пользователь мог быстро действовать в случае, если он стал свидетелем несчастного случая. Но пугает то, что это устройство может быть не всегда под рукой. Вот, к примеру, иду я по улице в магазин за продуктами. Мне что, всегда брать его с собой? Вещь, несомненно, полезная, но частично бесполезная. А это робот-манипулятор, мимо которого я не смог пройти, так как люблю все интересные штуки. Внешне, будем честными, он не особо привлекательный. Ну нет в нем какой-то изюминки, а поэтому сразу переходим к его функционалу. Робот управляется джойстиком, и к нему нужно привыкнуть. Поначалу он мне казался жутко неудобным. Но можно скачать приложение и играться с манипулятором уже через него. Оно на английском, но интуитивно понятное. А это бумажные скульптуры. Завораживающее зрелище, да? Долго я наблюдал, как делают их другие, и решил сам попробовать создать что-то подобное. Чем я хуже? Шло ко мне это произведение искусства целый месяц. У меня уже и все вдохновение пропало. К тому же пришли просто какие-то пронумерованные бумажки. Называется «Догадайся сам». Инструкции нет, хотя продавец обещал скинуть PDF-файл, но, как говорится, обещанного три года ждут. Видимо, столько и собирать придется эту фигню. Хотя, откуда мне знать, я все уже выбросил, чтобы не трепать себе нервы. А это распылитель для масла, который был куплен по просьбе мамы. Правда, ждали мы его очень долго. Пришел в целости и сохранности. Был в воздушном пакете и картонной коробке. Добротность бутылочки удивила даже меня. Прочное стекло, не закаленное, конечно, но хорошая и металлическая крышка. В комплекте также была инструкция на английском и небольшая пластиковая воронка. Сразу скажу, жутко неудобная. Масло распыляет хорошо, но только если нажимать не слишком сильно. О, а это чумовая ключница в виде совы. Поставляется с подвесным магнитным кольцом и веревкой для крепления. В комплекте есть двусторонний скотч, если кто-то не хочет делать отверстие в стене. Причем магнит достаточно мощный, удерживает даже довольно тяжелую связку. Брелок забавный, счастью нет предела. А это гаджет для проверки зрения с помощью смартфона. Он выглядит как небольшой окуляр от микроскопа и крепится к дисплею смартфона, а человек должен в него смотреть. Тестирование проходит в 9 этапов. Дисплей смартфона проецирует на глаза два световых луча, состоящих из красных и зеленых линий. Затем устройство меняет угол расположения линий, после чего измерение повторяется и так 9 раз для каждого глаза. По итогу программа покажет результаты с оценкой зрения и рекомендациями по выбору очков. А это ручная стирка. Даже не подозреваю, зачем она тебе может понадобиться, когда есть стиралки-автомат. Но все же. Хотя, знаю, она пригодится на даче. Для стирки понадобится примерно 10 литров воды и немного порошка. Затем кладешь грязные футболки на дно, заливаешь водой, добавляешь моющего и начинаешь занятие по фитнесу. Точнее, тебе придется минут 20 поднимать и опускать крышку, чтобы прополоскать вещи. А что, удобно, и стираешь, и качаешься. А это лазерный 3D-сканер. Сборка незамысловатая. Стоит учесть, что качество сканирования сильно зависит от качества освещения. И поэтому заранее нужно озаботиться наличием маленького лайтбокса, чтобы хотя бы обеспечить сопоставимые условия для проб. Но сгодится он только для изучения основ лазерного сканирования. Для чего-то более абсолютно бесполезная штука. Нет, конечно, получить нечто очертаниями, похожее на исходную модель, можно. Но на этом все. А это ультразвуковая левитация, которая заставит любые мелкие предметы парить в воздухе. Если у тебя хватит сил и терпения, потому что я забрасывал это дело дважды. Но в конце концов, все-таки довел до ума. Ведь все это нужно было собирать самостоятельно. Когда открыл посылку, я, конечно, обалдел. Там была просто куча мелких деталей и проводков. К тому же это все мега мелкое. Над этим пришлось посидеть, попотеть, и в конце концов я собрал ультразвуковую левитацию. Ты только посмотри на это, думаю, не зря потратил столько времени на ее сборку. Любишь ли ты дрифт? Я его обожаю. Месяц назад на глаза попалась эта дрифт-машина. Ну как же устоять, тем более это Subaru Impreza. Кстати, ее нужно собирать не полностью по деталькам, а просто присоединить кузов к днищу и установить батарею. Управляется с помощью джойстика, но он необычный, к нему надо бы мне еще приловчиться. Пока не получаются крутые трюки, поскольку боюсь повредить машину, да и с управлением до конца не разобрался. Но все впереди, вот увидишь. А это рюкзак с дисплеем. Да, мы уже дожили до того момента, когда заряжать приходится не только телефон и часы, но и рюкзаки. На экран можно выводить картинки, небольшие анимации или обычный текст. Управлять экраном можно прямо со смартфона по Wi-Fi, но перед этим потребуется скачать приложение. В нем есть база рисунков, которые можно перевести на экран. Однако самое классное – создание собственного логотипа. Правда, поначалу у меня плохо получалось. Думаю, это дело привычки. А это электрическая мышеловка Victor. Особенность этого устройства в простой и безопасной для человека конструкции. Чтобы перевести мышеловку в активное положение, нужно просто положить приманку и поставить ее в требуемое место. Как только мышь окажется внутри, произойдет мощный разряд тока. Это делается в автоматическом режиме. В мышеловке есть предохранитель, который предотвращает появление тока при открытой дверце. Хочешь выиграть смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra? Тогда принимай участие в конкурсе! С тебя лайк, подписка, колокольчик и пара комментариев для того, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. И как только мы наскребем 20 тысяч лайков, я объявлю победителя в ближайшую пятницу. Всем удачи, а хейтерам привет!